Берег теперь доступный всем. На побережье Алакули открылся новый пансионат для инвалидов. Недоступная поддержка хозяйства по производству Кумыса более двух лет пытается войти в программу господдержки сельхустоваропроизводителей. Воспитание спортом и общими интересами. Молодежь Алматинской области помогает сверстникам найти свое «я». Отдых без ограничения. На берегу озера Алакой распахнул свои двери первый в Казахстане пансионат «Асар» для людей с особыми потребностями. Идея его создания принадлежит молодому предпринимателю Ильдосу Баялышбаеву. Выиграв грант в конкурсе «Стартап Булашак», он осуществил не только свою давнюю мечту, но и других инвалидов-холясочников. Подробнее в следующем сюжете. Людям с ограниченными возможностями теперь намного легче посещать озеро Алаколь. Новые горизонты возможностей для них открыл пансионат «Асар». Провести здесь время с пользой для здоровья могут одновременно 30 человек. К слову, во время официального открытия 15 инвалидов-холясочников успели оценить все удобства и возможности зоны отдыха абсолютно бесплатно. Хочется сказать большое спасибо создателям, всем, кто принимал участие в создании этого проекта. Здесь есть доступ для всех колясочников-инвалидов, они все могут здесь лечиться. Это очень уникальный пансионат, такого у нас в стране до этого никогда не было. Общая площадь пансионата 170 квадратных метров, всего 6 комнат. Не так и много, но это большой первый шаг. По словам директора зоны отдыха Ильдоса Байла Шбаева, планируется его расширить и дополнить новыми услугами. А пока отдыхающим предоставлены уличные тренажерные залы и инватакси. Но самое главное, это безбарьерное передвижение на инвалидных колясках, как внутри помещения, так и по территории пансионата, а также на берегу озера. Пляжная зона оборудована удобными дорожками, по которой можно спуститься непосредственно к воде. Предоставляю этого тренера, который будет помогать при плавании. Здесь солевые воды очень полезны, плакотворно влияют на нервную систему, также на двигательный аппарат. По химическому составу сравнится с Черным морем, озера Лаколь. И я решил сделать его филиалом, это пансионат АСАР. Будут 20 дней заниматься в моем зале, потом отправляться сюда на 10 дней, они будут принимать дисталевые воды, грязи и также потом обратно дальше заниматься в зал. Воплотить идею в реальность льдосу помог конкурс стартап «Булашак». В прошлом году он принял в нем участие. И среди двух тысяч конкурсантов его бизнес-проект занял второе место и выиграл грант в размере 8 миллионов тенге. Отметим, пансионат готов принимать отдыхающих до конца августа. Новый социальный магазин открылся в Талдокургане. Мясо-молочная продукция здесь представлена по сниженным ценам. Килограмм говядины, например, стоит 1050 тенге, баранины – 1100. А литр кмыза можно приобрести за 350 тенге. Клиенты торговой точки, а это в основном пенсионеры, отметили и другие достоинства нового магазина. Наш корреспондент расскажет подробнее. Открытие этого магазина ждут уже с 7 утра, и это неудивительно. Цены на мясо здесь в среднем на 15% ниже рыночных. И при этом такой обширный выбор продукции и всегда высокое качество, рассказывают покупатели. Магазин появился всего месяц назад, но уже завоевал любовь талдокурганцев. Это настоящий социальный магазин, говорят его постоянные клиенты. Здесь и лавочки для удобства пожилых покупателей, и вежливое обслуживание, и, конечно же, приемлемые цены. Каждый день приходим сюда, чтобы купить хмыс и мясо, когда надо. Всегда все свежее, натуральное, цены низкие. В магазине чисто, спокойно, персонал вежливый. У входа стоят лавочки, очень хороший магазин. Здесь все для покупателей. Было бы прекрасно, если бы такие магазины в городе открывали чаще. Помимо большого выбора говядины, баранины и конины, есть здесь и традиционные деликатесы. К примеру, жая по 1400 тенге за килограмм. Кроме того, в магазине представлена и молочная продукция. Сливочное масло, курт, хмыс. Цены также на порядок ниже. Молоко по 100 тенге за литр. Сметана 1300 за килограмм. Магазин очень хороший, обслуживание хорошее. Всегда у них все свежее. И всегда приветливо, хорошо обслуживают. Вся продукция собственного крестьянского хозяйства. Раньше ее продавали в одном из торговых домов Талдыкургана. А полгода назад семья Матаевых приняла решение открыть именно социальный магазин, рассказывает его владелица Кульжамал Матаева. Это наш небольшой вклад в развитие родного города и поддержка для земляков, говорит она. У нас самих есть крестьянское хозяйство. Разводим скот. В хозяйстве работает вся наша семья. Старший сын посоветовал открыть свой магазин, чтобы самим сбывать продукцию напрямую без посредников. И для покупателей не завышать цены. Стараемся работать для народа. Мой супруг ветврач. Я сама санитарный работник. Поэтому чистоту и качество мяса гарантируем. Поделилась предпринимательница и дальнейшими планами. Сейчас при крестьянском хозяйстве строится откормочная площадка. И если дело пойдет, то подобные магазины, надеется Кульжамал Матаева, появится еще в двух-трех точках Талдыкургана. Дина Буранбаева, Айдос Калиев, телеканал ЖТСУ. И еще есть тем выпуска. 60 тенге за литр предусмотрены государственные программы Кулан для производителей целебного напитка Кымыз. Эта поддержка значительная, говорят сами коневоды. Однако получить ее удается не всем. Почему в некоторых районах области программа Кулан не работает, попытались выяснить наши корреспонденты. От 120 до 150 литров Кымыза ежедневно производит хозяйство серика Нурсапаулы. Фермер из Инбикш казахского района уже третий год занимается продажей целебных напитков. Кобылье молоко, рассказывает коневод, пользуется большим спросом, как свежим, так и в переработанном виде. Существует несколько видов Кымыза, бесты, кунан, донен, сладкий, соленый. Каждый из них получает по особой технологии из Саумала. Здесь играет роль и закваска, и время выдержки. Только так Кымыз приобретает свой особенный вкус. Небольшой табун в 20 лошадей сейчас кормит всю семью предпринимателя. А потому в развитии своего бизнеса его заинтересованность очевидна. О том, что для производства национальных напитков предусмотрена отдельная господдержка, Серик Нурса-Паула знает давно. По его словам, для участия в программе «Кулан» два года назад он подавал документы в районный отдел сельского хозяйства. Конечно, это дело нелегкое. Сами отдаем лошадей, сами ухаживаем. Ежедневно мы получаем до 150 литра кумыза. Но субсидии, к сожалению, не получаем. Везде нам говорят, что программа «Кулан» работает. Мы и документы подавали, но результата, к сожалению, до сих пор нет. Чтобы полностью разобраться в этом вопросе, наша съемочная группа обратилась к руководству отдела сельского хозяйства Инбекш-Казахского района. Для получения субсидий для производства кумыза это крестьянское хозяйство не проходит по некоторым критериям. Наверное, поэтому специалист, который принимал документы, вернул их обратно. Они могут снова собрать документы и обратиться к нам повторно. Если все будет соответствовать, то, я думаю, субсидии они получат. Теперь глава крестьянского хозяйства Омир Бек планирует привести все бумаги в порядок и вновь попытать счастье. Ведь субсидия в 60 тенге за литр произведенного напитка – это очень весомая поддержка, говорит сам фермер. Стоит отметить, на сегодня по Инбекши-Казахскому району ни один сельхозпроизводитель не получает субсидии на развитие производства национальных напитков. Дина Буранбаева, Курманжан Хасымжан Улы, Аманжол Жонкешев, телеканал ЖТСУ. Новости экономики далее. С ними вас познакомит моя коллега Гульшат Кутубекова. Добрый вечер, Гульшат, вам слово. Спасибо, Жебек. Здравствуйте. В супермаркетах Казахстана появятся отечественные биопакеты. От привычных полиэтиленовых они отличаются тем, что созданы из кукурузного крахмала. И самое главное, разлагаются всего год. Об этом и не только в нашем выпуске. Смотрите далее. В скором времени уже покупатели супермаркетов будут нести свои покупки в эко-пакетах. Мирас Аббасов и Батырхан Джуманов год назад открыли свое дело. Тогда и появилось их совместное производство по созданию биопакетов. Запустили его бизнесмены самостоятельно, без банковских кредитов. В небольшом арендованном помещении работают всего три человека. Оборудование начинающие предприниматели купили в Китае. Оттуда же завозят основное сырье – кукурузный крахмал. Из него и картофеля делают натуральную продукцию. Первым заказчиком предприятия стала сеть столичных супермаркетов. На открытие своего дела у инициативных предпринимателей ушло около 250 тысяч долларов. Первоначальный объем производства составит 5 миллионов пакетов в год. В планах бизнесменов снабдить экоупаковкой и остальные города Казахстана. В столице повысились цены на более чем 20 видов продуктов. Об этом на брифинге в службе центральной коммуникации сообщил заместитель Акима Астаны Андрей Лукин. По его словам, подорожание основных товаров хлеба, сахара и масла связано с ростом цен на сырье. Так, например, основной производитель сахара Тео Цаск обосновывает повышение удорожанием стоимости сахара сырца с 350 долларов за тонну до 477 долларов. Он также объяснил рост цен на плодавочную продукцию. По словам зама Кима, это связано с уменьшением запасов старого урожая и подорожанием продукции нового. Кроме того, в столице созданы дополнительные места для проведения ярмарок. И уже в столице организовано 39 сельхозярмарок, где реализовано 736 тонн по ценам на 10-15% ниже рыночных. Крупная американская компания поможет привлечь инвестиции в Шимкент-Сити. Аким города Габидулла Абдрахимов и региональный директор компании АЭКОМ Марина Кастанян подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились об участии строительной компании в масштабном проекте Шимкент-Сити, который сейчас реализуется в городе. АЭКОМ – крупная международная компания, специализирующаяся на реализации проектов в сферах архитектуры и строительства, а также развитии городов. На текущий момент компания занимает 156 место в рейтинге «Фортуна 500» в списке крупнейших корпораций США. В числе крупнейших проектов АЭКОМ – Всемирный торговый центр, аэропорты Абу-Даби, Гонконга, Лос-Анджелеса, Сиднее, комплексы Москва-Сити и Абу-Даби-Плаза в Астане. Казахстан – первое развивающееся государство в мире, в котором компания реализует собственные проекты, передает пресс-служба Акима. Это были основные события из новостей экономики на сегодня. Я прощаюсь с вами до завтра и передаю слово своей коллеге. Жебек. Спасибо, Гульшат. Калейдоскоп зарубежных новостей продолжит выпуск. В Бразилии продолжается эстафета Олимпийского огня в воскресенье. Она прошла через крупнейший мегаполис страны Сан-Паулу. Одни с радостью приветствуют олимпийский символ, другие встречают его протестами, пытаясь обратить внимание на внутренние экономические и политические проблемы. Так, накануне произошла очередная попытка нападения на факелоносца, однако ее пресекли охранявшие процессию полицейские. После того, как инцидент был исчерпан, огонь продолжил свой путь в Рио-де-Жанейро, куда он должен прибыть 4 августа. Тем временем свои ворота распахнула Олимпийская деревня, которую предстоит принять на время игр около 10 тысяч атлетов. Но обрадовали предложенные условия не всех. Так, представитель Олимпийского комитета Австралии заявил, что апартаменты не соответствуют стандартам соревнований подобного уровня. Протекают трубы, не работают туалеты, нет освещения на лестницах. В общем, пока деревня выглядит не слишком привлекательно. В результате взрыва в немецком городе Ансбахея, федеральная земля Бавария, погиб 27-летний сирийский беженец. При нем и находилась сработавшая бомба. По данным баварского МВД, сирийц стоял на учете в полиции и из-за двух попыток покончить с собой проходил лечение в психиатрических клиниках. В Германию он приехал два года назад. Просил здесь убежище, но получил отказ. Выяснилось, что погибший сирийц пытался попасть на музыкальный фестиваль, который проходил в Ансбахе под открытым небом. Но у него не было билета и на концерт его не пустили. Бомба взорвалась у ресторана, находившегося неподалеку. При взрыве получили ранения 12 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Состояние бомба была начинена металлическими поражающими элементами. Если бы она взорвалась во время концерта, на который пришли около 2,5 тысяч человек, то пострадавших было бы гораздо больше. Международный Олимпийский комитет не будет отстранять сборную России от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Такое решение было принято на заседании с полкома организации «Воскресенье». МОК подтвердил, что российские легкоатлеты, кроме прыгуния Дарьи Калишиной, не могут выступить на Олимпиаде. Но сообщил, что решения по допуску других российских спортсменов будут принимать Международные федерации по отдельным видам спорта. Не будут допущены к участию в играх российские спортсмены, которые попадались на допинге. Ранее Всемирное антидопинговое агентство в связи с целым рядом допинговых скандалов рекомендовало МОК и всем Международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях. Москва заявляла, что «чистые спортсмены не должны отвечать за тех, кто принимал допинг». Подборка международных новостей подготовлена по материалам интернет-ресурсов. Приятно с полезным жители Ускаменогорска смогут читать любимые произведения за тренажерами. Врачи семьи перенимают опыт у зарубежных коллег. На днях там провели сложнейшую операцию на сердце по новым технологиям. Об этом и не только в подборке новостей республики. В Ускаменогорске в областной библиотеке имени Пушкина в честь открытия зала литературы о здоровом образе жизни появился и специальный мини-тренажерный комплекс. Он рассчитан для людей с ограниченными возможностями. Проект реализован благодаря поддержке программы развития ООН. Теперь читатели приходят сюда не только за книгами, но еще и укрепляют свое здоровье. А в летние дни тренажеры в велые беговые дорожки даже перекочевали на свежий воздух. Более 500 надгробных памятников кулпытасов исследуют западноказахстанские ученые. Все они были обнаружены в Буке-Ардинском районе, в местах, где захоронены ханы. Проект «Культурные памятники казахского народа. Сохранение духовного наследия» рассчитан на три года. В его рамках специалисты будут не только изучать эпиграфические памятники при Урале, но и проведут работу по их сохранению. Кулпытасы дают ценные сведения о культурных и бытовых традициях казахов, образовании и религиозной грамотности. Информацию несут не только сами надписи, но и материал памятника, мастерство и техника тиснения, говорят ученые. Врачи семьи переняли опыт у коллег из Италии. На днях в медицинском центре города провели несколько операций на сердце по новейшей технологии. В течение шести часов итальянский профессор Альфредо Галлоси совместно с местными хирургами успешно прооперировал пятерых пациентов. Кардиологи, принявшие участие в мастер-классах, называют такое вмешательство малотравматичным. С помощью небольшого прокола в бедренной части вводится коронарный проводник. Подобные операции уже успешно проводят в кардиологических центрах Астаны и Алматы. Обзор новостей подготовили Эльвира Ликерова и Сабина Курманбек по материалам интернет-ресурсов. Туряда Джунгаря 2016 омрачилась несчастным случаем. Один из ее участников погиб. Произошло это в субботу при переправе через горную реку в Каринском ущелье. 17-летний карагандинец Серик Бол Байжиенов в принципе был довольно опытным. Не раз участвовал в пеших походах и туристических соревнованиях. В том числе имел навыки переправы через горные провалы и бурные речные потоки. Трагедия произошла на сложном участке маршрута во время переправы через греку Хара. Молодой человек, потеряв равновесие, подскользнулся и сорвался в воду. Его достаточно быстро достали из воды при помощи страховки. Но, к сожалению, спасти его не удалось. Сообщил директор Карагандинского областного туристического клуба Сергей Кистанов, портал Тенгри Ньюс. Вчера спасатели на вертолете доставили тело погибшего туриста в Талды Курган. На место происшествия вылетели 4 сотрудника оперативно-спасательного отряда, один сотрудник Центра медицины катастроф для проведения поисковых работ. На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза. Другим темам. Полицейские Алматинской области расширяют границы. В городе Чулпон-Ата, Кыргызской республике, стражи порядка двух стран заключили соглашение о сотрудничестве. Оно было подписано между тремя приграничными областями – Алматинской, Сыкульской и Чуйской. Основные пункты касаются борьбы с наркобизнесом, скатократством, организованной преступностью и бюрократическими препонами. Рассказывает наш корреспондент Антон Хатиновский. Стражи порядка двух дружественных стран встречаются уже не впервые. В прошлом году милиционеры из Кыргызстана побывали с официальным визитом в Алматинскую область. На этот раз вопросы совместного сотрудничества решили обсудить на территории Кыргызской республики. Для диалога собрались руководители самых ударных подразделений полиции двух стран. Как выяснилось, проблемных вопросов хватает, особенно в сельских регионах, где процветает скатократство. В некоторых случаях за такими преступлениями стоят целые группировки, в числе которых граждане обоих стран. До этого мы были в Казахстане, были подписаны соглашения. И самая большая эффективность этих соглашений в том, что сейчас на особый уровень вышла борьба со скатократством. На данный момент что в Казахстане, что в Кыргызстане, это большой бич скатократства. И на данный момент уже двумя областями, четырьмя районами это уже контролируется. Сняты совместные, созданы совместные группы. Есть эффективность этой работы и на территории Казахстана задержаны целые группировки и лидеры группировки, которые промышляли скатократством на территории Кыргызской республики. Сейчас стражи порядка двух стран хотят создать единую базу данных, в которую будут занесены не только потенциально опасные граждане, но и транспортные средства с информацией о владельце. Надеются правоохранители и на улучшение эффективности борьбы с наркопреступностью. За последние несколько лет общими усилиями было изъято более 27 килограммов героина и более 10 гашиша. Основные проблемы это обмен информацией, быстрый обмен информацией. То есть информация, если ей поступает нам, допустим, от сотрудников милиции Кыргызской республики, то вот этот небольшой бюрократизм, который у нас, допустим, существует, это нужно выезд оформить, получить разрешение с МВД Казахстана, с МВД Кыргызстана, не дает нам быстро оперативных позиций. То есть, поэтому мы как бы предложили, чтобы у нас был офицер связи на границе, с которыми мы быстро взаимодействовали и получали данные, полученные информацию быстро оборабатывали. В подписанном соглашении числится 12 пунктов. Они охватили самые актуальные проблемы. Завершилась встреча на приятной ноте. От имени МВД Казахстана начальник ДВД Алматинской области Мурат Урумханов за успешное сотрудничество вручил двуполковникам милиции Кыргызстана медали. Отметили благодарственными письмами и других милиционеров. Антон Хатиновский, телеканал ЖТСУ, город Чолпон-Ата, республика Кыргызстан. Переход на латинский алфавит обсудили в Капшигае. По мнению специалистов, управление по развитию языков и ученых-языковедов это не самый сложный процесс преобразования в обществе. Тем более, что современные люди в основном большинстве уже используют латиницу. Хотя бы в повседневной переписке. По мнению экспертов, для полного перехода на латиницу уже имеются все необходимые предпосылки. А самое главное в нашей истории уже был двойной опыт перехода с одного алфавита на другой. Данный опыт обязательно пригодится, считает ученый, издатель, доктор филологических наук Гарифалла Аннес. Азербайджан, Туркменистан, Турция, Узбекистан уже перешли на латинский алфавит. Реформа правописания должна быть. Потому что мы живем в современном мире и каждый день развиваемся. Нужно идти вперед, не отставать. В настоящее время во всех секторах общественных услуг проводятся разъяснительные работы по вопросу перехода на латинский алфавит. Постепенно мы его будем применять. Лингвисты тщательно изучают этот вопрос и даже предлагают вводить латинскую графику в рамках клавиатуры, которую мы сейчас имеем. Но национальные особенности произношения казахских букв требуют дополнительных решений. Многие, увидев латинский алфавит, могут заметить, что это же на самом деле английский. Хочу заметить, что английский алфавит основан на латинском, а также содержит 26 букв. А латинский произошел от русского алфавита. Им успешно пользуются многие страны. Нам необходимо идти в ногу с миром. Сегодня уже практически все казахстанцы используют латинские буквы. Взять хотя бы повседневную переписку считают ученые. А потому специалисты надеются на поддержку наших граждан и активное участие в проведении реформы казахского языка. Айган Эмсултан, Асхат Мусабеков, телеканал ЖТСУ. И еще есть тем выпуска. Впервые в Алматинской области стартовал республиканский проект «Беседы на шелковом пути». Его инициатором выступил общественный деятель, культуролог Мурат Ауэзов. В рамках проекта делегация, в составе которой представители творческой интеллигенции, художники, писатели, поэты, а в последние годы присоединилась и Ассамблея народа Казахстана, намерены посетить исторические памятники музея и галереи. Одним словом, достопримечательности и культурные объекты края ЖТСУ. Сегодня в первый день пребывания в Алматинской области гости побывали в музее Шукана Валиханова в Кирбуахском районе, затем в Талдукургане в музее Мухаммеджана Теншпаева и в литературном имени Ильяса Жансыгурова. «Беседы на шелковом пути» – проект огромного культурного значения, рассказывают организаторы. Он, как связующая нить, раскрывает все тайны времени великого караванного пути. Традиция посещать его маршруты зародилась 10 лет назад. Туристический маршрут делегации проходил через Тарас, Боровое, Исыкуль и Капшигай. Каждый год проект носит тематический характер. В этом году его посвятили 25-летию независимости Республики Казахстан. Вот эта идея Мурата Мухтаровича, она как нельзя кстати оказалась. В наше сложное время, когда мы действительно должны объединяться через культуру. И я представляю Ассамблею народа Казахстана. И у нас здесь очень много представителей разных-разных национальностей, которые все почитают казахскую культуру, владеют казахской культурой, государственным языком. Если не владеют, то изучают. И со своей стороны казахский народ очень прекрасно относится ко всем культурам, воспринимает великолепно, уважает. Поэтому это прекрасная идея. Талдокурганская молодежь решила привлечь внимание к автоспорту. Накануне прошли соревнования по картингу. За руль спортивного автомобиля усадили около 50 человек. Заезд устроили на городском треке возле аквапарка. О том, как прошли состязания, расскажет наш корреспондент. В соревновании по экстремальному виду спорта активное участие приняли безработные, маргинальные, верующие, ранее судимые. И состоящие на учете в правоохранительных органах. Людей, которые в поисках своего «я» порой оказываются один на один со своей проблемой, необходимо вовлекать в активную общественную жизнь и давать возможность найти себя, говорят организаторы. Инициатором спортивного мероприятия является управление по вопросам молодежной политики Алматинской области. Благодаря Акимову области у нас развивается государственная молодежная политика. Создаются комитеты по делам молодежи. Специально на них мы проводим такие соревнования. Эти соревнования проводим для того, чтобы они общались в целях развития молодежи, в целях развития государственной молодежной политики. У нас, в принципе, по плану стоит очень много таких мероприятий, к примеру, как бампербол, пейнбол, такие экстремальные виды спорта. Турнир проходил по олимпийской системе, то есть на вылет. Соревнующиеся проезжают три круга по автодрому. Выигрывает тот, кто первый пересек финишную линию. С управлением справлялись не все. Кого-то занесло на первом же круге. Борьба на гоночной трассе протяженностью в километр шла нешуточно. Не обошлось и без столкновений. Однако это и учит молодежь не пасовать перед трудностями, считают участники заезда. А принимая участие в подобных мероприятиях, молодые люди обретают новые знакомства, новые интересы и желание стать полезным обществу. Подобные мероприятия дают возможность направить свою активность в нужное русло. Я тоже когда-то принимал в них участие впервые. Но ребята здесь все инициативные, интересные, пропагандируют здоровый образ жизни и активную гражданскую позицию. Я стал добровольным представителем комитета по делам молодежи на Арбате. Моя работа проводить пропагандические работы среди маргиналов, привлекать их к участию в патриотических акциях и таких вот интересных мероприятиях оказывать помощь с трудоустройством. Каждая победа должна быть вознаграждена. Потому и победители заезда на картах тоже получили призы и подарки. А в ближайшее время организаторы планируют провести еще одно спортивное мероприятие. Урбулак-рейс, где участников ждет большая полоса препятствий. И все участники этих соревнований уже как один выразили желание принять участие в следующем марафоне. Но главный результат в том, что при общении к культурной и спортивной деятельности формируют у спецконтингента высокое нравственное сознание и поведение. Эльвира Аликерова, Жайк Курманбаев, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Молодежная сборная Казахстана по греко-римской борьбе готовится к чемпионату мира. В честь страны с 14 по 16 сентября в Грузии будут защищать 10 сеньоров, 4 из которых же ЦУССы. Померятся с силами спортсмены в 4 весовых категориях. А пока юные борцы тренируются в спорткомплексе АИБа Талгарского района. Место для подготовки спортсмена выбрано не случайно. Ведь для победы хорошие климатические условия во время подготовок также сыграют одну из ключевых ролей. Среди спортсменов фейсти – чемпионы Азии. К примеру, 16-летний Алихан буквально недавно вернулся из Китая с победы. По его словам, настроен на новые. Расслабляться тренеры-спортсмены не дают. В день палуаны готовится по 6 часов. На них возложены большие надежды. По меньшей мере, две золотые медали в копилке сборной будут, надеются тренеры. Этот сбор в АИБа, в частности, мы будем проводить по специальной физической подготовке и по общей физической подготовке, чтобы дать фундамент. Второй сбор у нас по тактике технической подготовки. Поэтому после этого сбора мы поедем в Грузию. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин